Ни секунда, ни минуты покоя. Здесь, во Дворце Творчества детей и учащихся молодежи, в прямом смысле слова, не протолкнуться. Детки повсюду, каждый спешит на свое любимое детское объединение. Одни малыши погрузились в живопись, на кружке волшебная палитра, другие изучают диалог культур Великобритании и России. Все дружно, хором, здравствуйте! Который! Те, что постарше, мечтают стать организаторами массовых мероприятий. Кстати, это объединение во Дворце Творчества работает первый год, но успехи радуют. Подростки уже сами провели встречу с ветеранами. Задачи справились на отлично. Полина Сергеевна научила нас, как правильно составлять сценарий, как правильно соблюдать этикет, как мы правильно разговариваем и вообще работать в группе, в коллективе. В кабинете кружка по лепке из глины стоит особая атмосфера. Затаив дыхание, ребята маленькими пальчиками старательно создают неповторимые сувениры. Желающих творить и фантазировать более 50 человек, а до шкалят до подростков. Когда детки занимаются, разрабатывается моторика пальчиков, у деток хороший почерк. Начинают они с 5 лет ко мне ходить, им нравится, и потом и писать начинают. Мы с ними рисуем, рисуем не только кисточками, рисуем пастелью, мы рисуем пальчиками, шпаклевкой. Прямо самими пальчиками от работы предоставлены у нас стоят. Ну, моторика, фантазию детей разрабатывается. У нас мальчик ходит с 7 класса, он не может разгадать, у него дефект речи. И вот с ним занимаемся, он разговаривать начинает, ребенок, потому что все нервные окончания находятся на кончиках пальчиков. В музыкальной студии юные певцы репетируют очередную композицию с элементами танца. На очереди талантливые барабанщицы. В этих стенах есть и такое место, где без смеха не обойтись. На большой сцене маленькие КВНщики придумывают новую шутку. А вот на детском объединении Отечества все довольно серьезно. Здравствуйте, товарищи на мейце! Здравствуйте, товарищи, товарищи полковник! Вольно, товарищи, товарищи! Здесь настоящие патриоты. Те, которые отлично знают историю России, умеют собирать и разбирать автомат Калашникова, постоять за себя, знают все о самообороне и рукопашном бое. В общем, будущие защитники и даже защитницы Отечества. Строевой шаг улучшила, автоматы разбирать научилась, в магазин снаряжать, много чего. Я выбрала профессию такую, где это надо, поэтому мне как бы это нравится. В основном девушки ходят сюда только те, которые в дальнейшем собираются поступать в военные вузы. Дворец творчества – это второй дом. Здесь много чего научились и здесь всегда нам рады. Научили бой на 8 шагов, мы показываем их на соревнованиях, получаем призовые места. Научили стрелевой подготовки. На 9 мая будем выступать на стенде. Также стоим и 23-го пойдем стоять на стенде. Мне очень нравится сюда ходить. Мне нравится здесь находиться со своими друзьями. Ну и здесь, как бы можно сказать, большая дружная семья. Наше обучение можно разложить на нескольких блоков. Это и военно-патриотическое воспитание подростков идет. Значит, затем мы обучаем военному делу, строевой подготовке, боевым приемам борьбы. Историю обязательно, потому что подростки должны знать историю своего государства. Значит, физическая подготовка, нагрузка им дается. Ну и различные дополнительные мероприятия, соревнования. Также дополнительно мы стоим в почетном карауле возле стелы героя мартовского восстания. Это включается сюда блок патриотизма. Художники, музыканты, боксеры, юные друзья полиции, даже спасатели. Во дворце творчества ребятишки занимаются по шести направлениям дополнительного образования. Причем абсолютно бесплатно. И прийти сюда может любой школьник. Запись ведется круглый год. Вот. Продолжение следует...